Итак, мы на передаче Мификал-подкаст. И у нас сегодня участники Данил Пересторонин и Айдар Нугуманов, ученики 25-й школы. А как же наш староста? Как ты говорил, как ты ордена-ордена в этом умики? На А что-то? Агон, Аганес. Аганес, Аганес Алексей. Аганес Акопян. Алексей Юрьевич Акопян. Стрельцов. А первый же вопрос, какая сегодня у нас тема? Какая тема, Айдар? Почему ты ведущий? Почему он, а не я? Как классно, что я не участвую в этой... Как не участвуете? Вы участник шоу Мификал-подкаст. Так, все, я вырубаю вас. Всем привет, друзья. Вы на канале Humble Squad. Это Мификал-подкаст. И с вами его ведущие Айдар Нугуманов, Данил Пересторонин, Рустам Хакимов. Здесь пауза специально сделана, чтобы вы успели похлопать этому человеку. И Алексей Юрьевич Стрельцов. Человек, который самый умный, потому что имеет право пользоваться телефоном во время подкаста. Физик-ядерщик какой-то, да? Алексей Юрьевич Стрельцов. Советский. Советский. Никто не знает, как он выглядит, мы на самом деле тоже. Вот. Перед тем, как мы начнем, ребятки, я хочу протестировать Далай-Ламу 14-го. Интересно. Мудрейший человек, на мой взгляд, который живет, кстати, при нас с вами. Вот. Он сказал, счастливого человека от несчастного отличает всего три вещи. Это лайк, коммент и подписка, ребят. Поэтому ставьте лайки, комментируйте, обязательно подписывайтесь на канал, потому что мы видим, просмотры есть, а подписчиков почему-то нет. Это как-то... Несерьезно. 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 Давайте подписываться, ребят, нам будет приятно. Ну и перейдем, собственно, к тому, о чем мы сегодня будем говорить. Есть такое ощущение, что ты продай Лай... Да? Залаял тут. Я же сегодня не ведущий, потому что у меня язык не работает. Давай, включайся. Меня оса укусила. Ты продай Лай... Лай, лай, лай. А я еще раз попробую. Давай. Ты же продай Лай... Ты кратко убери, продай Лай, лай, лай. Я скажу. Нет, я сам. Дай Лай не делай. Дай Лай не делай. Дай Лай. Давай, мы в тебя верим. Ты продай Лай, ламо. Не просто так сказал. Я выключаюсь. А почему? Потому что? Потому что я все... Давайте я помолчу пока. Давай, я вообще поддерживаю твое молчание в течение выпуска. Потому что на самом деле мы сегодня будем говорить про мифы одной из самых ярких и экзотических стран, на мой взгляд. Это Индия. Круто. Что знаете про Индию? Меня до сих пор дай Лай. Дай Лай, 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 лай. Жорик Ватанов. Индия. Индия это Будда? Ну почти, почти. Это карри, правильно? Карри, да. Сари. Карри, сари. И везде где есть R. Баттер чикен. Баттер чикен, мой любимый. Мы, кстати, да, перед тем, как начнем, мы все-таки ездили уже с визитом в эту прекрасную страну. Много чего узнали, поэтому, собственно, решили вспомнить сегодня о греческих, о греческих, о бандийских эпогах. Я вообще жил там три месяца. И что, как тебе? В Индии жил? Да, супер, супер. Да, классно. А где? Солнышко. Я, точно, город уже не вспомню. Нью-Дели. Нет, не Нью-Дели. Нет, давай будем так считать. Будем считать Нью-Дели. Круто. Вот, но, Леша правильно сказал, Будда и буддизм — это все-таки уже более поздняя Индия. Мы сегодня будем говорить про более раннее его творчество людей, которые там жили. Про индуизм, в частности. Вот. Все, что мы, по крайней мере, знаем о индийских мифах, они дошли до нас из вед. Веды. Слышали, наверное, да? Конечно. Веды — это какие-то истории, наверное, да? Писания. Писания, ну, такой сборник знаний, будем так называть. Сколько им лет-то? Ой, им более четырех тысяч лет, на самом деле. Как они дошли, да, до наших дней? Практически, кстати, в неизменном виде они дошли. Удивительно. Ну, видимо, они прямо оберегали и не скрывают. Наверное. Вот. И, кстати, есть даже гипотеза, что русское ведать произошло именно от индийских вед. Как это интересно? Ведать — стоит без знать, а веды — это сборник знаний. То есть есть вероятность, что мы потомки индусов? Ну, я-то да. Ну, ты-то понятно. Тут даже невероятность. Ты вот скорее скандинав. Я, да, я викинг в душе. Вот. Очень много было известно, потом это все как бы очень было сильно разрознено, везде по-разному и так далее. И потом некто уже собрал это все в один такой сборник, который назывался... Ох, господи, Махабхарата. Махабхарата. Не твое индийский язык. Давай тестить на нем каждое новое слово. Давайте, я не против. Пока учились, не свихнел. Махабхарата. Покашлял и хорошо. Продолжаем. Махабхарата. Есть как бы источники, которые говорят, что это написал некий вьяса. Вот. Ну, насколько был реальный этот человек, никто не знает. Возможно, это какой-то полувымышленный, очень умный мудрец. Гусь. Просто гусь какой-то. А лиц у него сколько было? Одно. Рог был? Нет. Рогов не было. Вот. И давайте про пантеон. Э, а титки были? А титки у всех, братан, есть. Вот. Давайте так. Пантеон индийских богов, он достаточно большой. Самый большой из всех известных. Давайте, навскидку, сколько там богов? Я буду говорить там больше или меньше. Ой, там прям очень много же. Да, очень много. Так, давай. Смотрите, друзья, вот так выглядит имитация мозговой деятельности. Ну-ка. Ну, просто любую цифру называйте. Давай я предположу, что... Предположу, вот так это теперь называется. Ну, пусть, ну, чуть меньше сотки. Больше. Нет, это явно больше. Смотрите, крепкая аналитика пошла. В греческой... Вот так выглядит выпендрёшь. Понты. В греческой мифологии, насколько я помню, более 150. Да. В египетской, опять же, если я не ошибаюсь, еще чуть побольше, чем в греческой. По-моему, меньше. Меньше? Да, по-моему, меньше. Значит так, если это самая большая плотность... Ну, давайте так, моя ставочка 220. Больше. Лёш, вы прям сильно занижаете цифры, я вам так подскажу. Очень сильно занижаете. Значит, где-то в районе, ну, более 500. И более 500. Тогда 10 миллиардов богов. Нет, ну человек реально мог в гугле посмотреть. На самом деле сейчас ближе всех был Данила. Чего? Потому что в индийском пантеоне 330 миллионов богов, ребят. Миллионов? Миллионов. Там, получается, есть даже бог соплей, да? Да бог всего у них есть. Не, на самом деле 330 миллионов — это единственное упоминание о общем количестве. Естественно, их имен никто не перечислял, просто как бы показывали, насколько огромен вот этот мир богов и так далее. Но зарегистрировано несколько тысяч. У нотариуса. У нотариуса, да? Нет, они приходили в МФЦ, и там заели 8-дерегистрировались, да, и пооткрывали. Так это какие-то... Это мертвые души, мне кажется. Практически, да. Ну нет, на самом деле у них там есть бог стола, бог хорошего настроения. То есть там вот огромное количество всего. Бог стола с богом хорошего настроения, да? Это всегда. Это бахус. Начало какого-то тоста. Да, да. Вот. Но на самом деле основных 33 и три верховных бога. Это Брахма, Вишну и Шива. Ну про них, наверное, слышали, да? А бог... Ну это с Mortal Kombat. Бог завышения цифр у них был? Наверняка. Мне кажется, он очень почитался. Среди 330 миллионов. Это по два бога на каждого жителя России. Даже лишние остаются. Я так счастлив. У тебя издвали свои собственные бога. Стола и бог. Бог хорошо настроить, естественно. Но поговорим мы сегодня не про Брахму, не про Вишну, не про Шиву, а про Ганешу. Ганешу, могу в легкую выговорить. А мы же с ним виделись, да, можно сказать? В каком-то смысле. Он же, по-моему, в образе слона предстает. Да. Ты все правильно говоришь. Это бог мудрости и благополучия, покровитель купцов-путешественников. И вот чтобы вы понимали, как он выглядит, это такой прям толстячок. Толстячок с головой слона и одним бивнем. Вот здесь вот появилось. И он вроде бесполый, да? Прикольно. Фотография. Помнишь, мы смотрели фильм по индийскому каналу, там изображали этого бога, и почему-то женщина была. Да. Помнишь, да? То есть женщина, а тело мужское было. Тело... Не, на самом деле это бог мужчина. Секундочку. Была женщина, но с телом мужчина? Да. То есть там видно было... Так это, получается, мужчина. Ну, слониха. Ну, типа слониха, но мужик. Ну, типа бесполый, да, они этим хотели показать? Наверное, наверное. На самом деле у индуистских богов, у них очень много воплощений, так как индусы верили в перерождение. И вот эти все несколько тысяч, их на самом деле гораздо меньше, просто это воплощения разные одних и тех же богов. Ну, стало легче. И у Ганеши, возможно, тоже есть такое воплощение, где он женщина. Типа женщина, да. Но на самом деле он как бы по канону он мужик. Ну, получается, канона-то как такового никакого и не было в целом-то, если разобраться. Воплощений много, правильно? Какой из них канон? Канон основной. Основную? Редко. Юрист. Это судья, юрист в религии просто сидит. Ну как, каноны, это все так размыто. Кстати, здесь не посадишь. Формулировочку надо как-то уточнить, наверное, да? Серьезно, подходитесь. Да, просто под несколько статей сразу подходит. На него сразу надо вешать это, Далай-Ламу, чтобы он не смог выговорить. Неправильно, Дай-Лай-Ламу. Внимание, Далай-Лама. Все, все. На этом выпуск завершается. Всем большое спасибо. С вами был Айдар Нагуманов, Рустам Хакимов и Ганеш. Все, красавчики. Давайте разбираться, как он появился на свет, этот Ганеша. Почему его все вдруг полюбили. Он был сыном Шивы и Парвати. У него еще был младший брат Сканда. Скандер. Экспандер. Или Эспандер все-таки. Нет. В общем, Шива — верховный бог, разрушитель. Там вообще, кстати, прикольно у них вот эта троица — Брахма, Вишну, Шива. Один Брахма, получается, созидатель. Он постоянно отвечает за то, чтобы все было больше и больше во вселенной. Вишну — он за вот этот баланс между плохим и хорошим. Он такой вот балансирующий бог. И Шива — он разрушитель. Он все время что-то уничтожает и так далее. Шива плохой, что ли? Вот нет. В индуизме вообще нет плохих богов. Они все как-то хорошие. Плохие у них там демоны всякие, духи. А вот боги — они все хорошие. Им по большому счету, ну, я так посмотрел, им плевать было вообще на человечество. Они жили там в своем мире. Главное, типа, не мешайтесь. И Парвати — это была его жена. Ее называли еще дочь гор. Непонятно, кто ее отец был. Я на какой-то горец. Или Гималайи, не знаю. В общем, и младший брат Сканды — это бог войны, будем так называть его. Ну, в общем, он сильный воин, но не особо умный. Я все-таки голосую за то, чтобы Сканду назвать Искандером, раз уж он бог войны. А все знают наши Искандеры российские. Тоже, скорее всего, как и ведать, пошло от Сканды. Телеканал «Звезда» продолжаем. Тут скорее телеканал РЕН-ТВ. Военная тайна какая-то уже пошла. Мне кажется, мы сейчас докопаемся до какой-то... Ну, окей. Значит, Ганеша и Искандер. А я предлагаю не поддаваться его махинациям. Пусть будет Скандер. Скандер. Да, Скандер. Скандер. А как его правильно? Скандер? Сканда. Сканда вот так и оставь. Не слушай его. Дальше. Ладно. В общем... Нет, Айдар, подожди. Слушай его, оставляем Скандер. Не бойся, он с виду большой. Так-то слабенькие ручки у него. Так, давайте уже к Ганеша. Давай к Ганеша. В общем, у Шивы и Парвати не было детей. И Парвати, как истинная женщина, всегда хотел ребенка. Естественно, она подошла с этой просьбой. Сексист, что ли, какой-то опять? Опять сексизм подъездил. Все девушки хотят. Ну, кажется, детей нет. Посмотри, он туда. Все девушки хотят бриллианты. Передай привет всем... Всем моим любимым сексистам, ребят. Передай своей этой группе ВКонтакте, где ты один. Ставь палец вверх, в комментарии, если ты сексист. Ставь лайк, если ты сексист. В общем, они хотели себе ребенка. Вернее, она хотела, а он нет. Она приходит к нему и говорит, давай ребенка. Ну, норм же, сына будет обрядами всякими восхвалять и так далее. Там, умрешь, кто тебя похоронит? Вот такая была мысль. На что Шива говорил, типа, ты что, мать? Я вообще бессмертный, я не умру, мне дети не надо. Ну, короче, он забыли такие. Он child free, короче, был такой. А он, как любой мужчина, оттягивает этот момент. На самом деле, вот тут даже есть фраза такая. Зачем мне обременять себя потомством? Мы же с тобой предадимся теперь любовным ласкам ради одного лишь наслаждения, о потомстве не помышляя. Шикарная. Ну, мужская фраза, да? Типичный мужик. Мне кажется, он такой чисто с пацанами. Он такой ходил в тельняшке, короче, в маечке такой. В гараже. Ну, да, в гараже зашел в какое-то пивное этот ларечек. Который всем друзьям говорит, что у него гражданский брак. Вот один из этих товарищей. Он такой чисто сожитель. Но, на самом деле, Парвати очень сильно расстроилась, очень сильно обиделась на своего мужа, ушла. Удивительно, да. Удивительно, да. Обиделась. Типичная баба, блин. Она как бы ничего не сказала, такая, ну, я все поняла. И ушла. Вот, ходил и ходил, там прошло какое-то время, Шива понял, что что-то, ну, как-то так нельзя, так дела не делаются. Он такой, ладно, будет тебе сын. И там на полу лежали ее одеяния, всякая одежда. Ну, понятно, блин. Разбросала. Уже тогда Индии. Или он разбросал. Или он. Он же разрушитель порядка. Слушай, с порядком у них, видимо, уже до уровня богов, да, проблемы. Потому что в Индии же нет нормального порядка. Ну, там везде, кстати, бардак. Бардак вообще. Ну, ладно. Вот. И он, значит, собрал вот это все одеяние в комок такой. И такой, на, вот тебе сын. Это, типа, история, как в американских фильмах же показывают. Типа, мам, пап, я хочу собачку. Типа, вот тебе яйцо. Носи его целый день. Если не разобьешь, то мы тебе купим. Вот он так, типа, шмотки, что ли, ей дам. Нет, ну она такая, типа, взяла шмотки и такая, типа, ты че, дубу дал какой? Какие-то же просто шмотки. И в этот момент в ее одеяниях возникает Ганеша, сын. То есть мне кажется, это было так, типа, вот тебе шмотки, это твой сын теперь. Она такая, ты че, с ума сожжал? Такой у нее был шок, наверное. Ну да. Потом опять вспомнила, что они боги, может быть такое. Да, вполне. Успокоилась. Мне кажется, знаете, Шиво, он такой просто, типа, так, сейчас вот, типа, беременность, вот эти закидоны женские беременные, я не хочу вот этого всего, давай, типа, сразу сын. Сразу в шмотках. Да, сразу в пеленках. Родился Ганеша, пара очень такая, все, сын родился, собирай родню. Будем всем показывать, будем радоваться такому празднику. Вот, пришли все боги с дарами, с поклонениями, с восхвалениями. Получается, ну, отдают дары, смотрят на ребенка, ой, классный, там, на маму похож. Вот это моя толстовка вроде. Не-не, так-то на толстовку похож, вообще, один в один. Как папкина. Ну, ручки такие же. На, родился, кстати, надо сказать, что он родился обычным ребенком, то есть у него тогда еще не было головы слона, вот, он обычно нормальным ребенком родился. Какая-то пластическая операция потом последует. Вот сейчас она произойдет, да. И, в общем, все боги подходят, хвалят, говорят, какой красивый у вас малой, типа, классный. Один бог Шани, вот, он подошел, как бы сказал, что все классно, но не посмотрел на ребенка. Вот, и Парвач такая, типа, ты что? Ну-ка посмотри, давай, нехорошо. Надо, как бы, смотреть и говорить, что все хорошо. Что все хорошо, да. А он говорит, слушай, говорит, тут такое дело, меня жена прокляла. Я ее долго, в общем, обделял вниманием, игнорил, и она сказала, ну, раз уж ты на меня не смотришь, то я проклинаю твой... Вот так это было, так рассказывают. Ну, в песнях, все. Вот, раз ты на меня не смотришь, то теперь, вот, любой, на кого ты посмотришь, теперь я проклинаю твой взгляд, и любой, на кого ты посмотришь, будет умирать. И он такой, типа, вот... Секундочку, а если бы он на нее посмотрел? Она же к нему обратилась, вот, когда я это говорила. Она говорит, я тебя уже проклял. Юрист в религии. В прошедшем, в прошедшем времени, то есть он такой, а, чё? Просто случайно, как... Или продолжится тем, что жены уже нет, проклятия с ней никто не может, типа. Ну, не знаю, вот такое было. Есть неточности, да. Есть маленькие неточности, грешности. Ну, хорошо. За 2000 лет до нашей эры, я думаю, люди могли себе такое позволить. Кто посмотрит, тот... На кого он посмотрит, тот умрет. Он, наверное, через щит ходил смотрел. Как у циклопа, очки специальные такие. Или так. Вот, и, в общем, Парвати пренебрегает этим всем. Она говорит, ты хорош, типа, это же бог, сын все-таки мой. Типа, ему ничего не будет. Мамаша, блин. Ну, окей. Ну, естественно, понятно, да, что произошло дальше. Он смотрит на ребенка, и у ребенка отваливается нафиг голова. В день праздника, да? В день праздника. Вот. Парвати, естественно, слезы. Все. Сына убили. Праздник испортил. Никакого праздника. Салаты зря резало. Салаты зря резало, да. Да салаты съедят, господи. Поводы. Ведет себя как Шива. Ну, ну хотя бы салаты доешьте. Ну, сдох будешь. Потому что Шива подошел такой. Он уверенный в себе. Он, типа, не первый раз видел разрушение на своем веку. Я такой, сейчас все будет, нормально. Сейчас приклеим. Успокойся, да. Сейчас приклеим. Возьми голову, приставь обратно. Парвати такая, типа, ну ок. Представляет голову. Оно, естественно, не прирастает и отваливается. Ну, нет, так нет. Пойдем салат есть. Он сидит такой, так. Да не больно-то я, в принципе, не хотел этого. Просто поржать. Он хотел, на самом деле, типа, оживить сына, потому что ты его сын тоже все-таки. Не, ну в начале сына он не хотел особо. В начале, да, но потом. Потом отцовский инстинкт у него проснулся. Видимо, да, к любимой футболке или что там, что он подал там. Так, ладно. Вот. И он такой, так, стоям бы. Так, вроде по-другому все задумывалось. Надо что-то придумывать. И тут подходит к ним Вишну и говорит, что ты, говорит, паришься? Вот эта голова, все, она непригодна. Она проклятым взглядом, типа, ну, отравлена и так далее. Вот. Можешь вообще, типа, иди в мусорку выкинь. Надо новую голову, любую вообще. Она, говорит, прирастет. Иди, говорит, куда-нибудь. Первое, что попадется, то и, типа, пришивай. В итоге ему первым попадается по дороге слон. Он берет голову слона, представляет. Отделяет ее сначала, да? Отделяет, да. Ну, выходит, и слон такой. А вот, кстати, слоны как курят? Они через рот или через хобот? Через рот курят, через хобот выдувают, я полагаю. Такая шланг от кальяна. Ладно. Ну, он, собственно, так и делает, да. Приставляет голову слона к телу Ганеши. Все прирастает. А со слоном, с оставшимся? Слона, это на самом деле был не просто слон. Это был любимый слон другого бога. Потом этот бог пришел к нему. Прикинь, он приехал же на день рождения на этом слоне. Выходит такой. Так, так. Так, так. И шива такой, в этом момент, с пилой. Вот. И, в общем... Слону что-то приделали? Слону, да. Слона окунули в воды там какого-то моря, и он вышел обратно нормально, здоровый, живой, с головой. Ну как, какого? Аравийского? Нет, наверное, Индийское море. Индийский океан, вернее, там рядышком. Да, море. Ни за что это не вырежем. Не, а мы где купались? В Аравийском же? Как это море называется? Это же не... Леш, а мы где купались? Давай подумаем. Аравийское же? Мы в теплом море купались. Посмотри же, Аравийское же вроде там. Ладно, Леш, ты пока посмотри, пожалуйста. Но мы точно не в океане были, мы точно не в океане были, мы в море были. Ну ладно. На Гуа. И в общем... На Гуа, да, были? Еще раз. А расскажите, может, как это было? Десять дней без мятежности. Посетили храм Ганеша, кстати. Да, кстати, после этого я другой человек. Лучше бы ты был старым. Очень жаль. Что ты испортился. Нет, а реально, ты согласись, там какая-то энергетика, да? Там энергетика бешена. Безумная энергетика. Кстати, Аравийское море омывает Индию. Йоу! Окей. Ладно. Я забыл, на чем остановился. А, пришили голову, да. Все, первая пластическая операция, собственно, прошла успешно. Пересадка головы, кстати, 2000 лет до нашей ружи. Рукой. Я взял за каждые тысячи рублей. Две тысячи рублей, тогда руби. Ну почти. Один, один, наверное. Один, два, один. И все, ну все хорошо, типа мальчик ожил, все классно. Ну, а порвать ей, естественно, как мать такая, что происходит. Оставила, типа, мужа с ребенком, там уже у него голова. Ах, слоновье. Его гнобить будут в школе и так далее. Так. Вот. Так ребенок-то головы лишился из-за нее. Ну да, кстати. Мне кажется, Шива ей так и сказал. Вот зараза, да? А что она, этот самый, на мужика-то бочку катит? Ты удивлен? Кажется, в моем полку сексистов прибыла. Нас двое, да. Ну, в общем, на самом деле она вот так переживала-переживала, но Ганеша, он как бы вообще не давал повода. Он вообще не парился. Он такой, да слон и слон, ладно, ничего страшного. Вообще ходил. Ты сам не комплексовал. Он вообще никак ни разу не комплексовал. Молодец, любите свое тело. И за вот это вот добродушие и благородность великий Брахма посмотрел на него и такой говорит, типа, ты классный пацан, давай я тебя наделю мудростью, и ты будешь богом мудрости и благополучия. Вот так вот появился Ганеш. Ганеша или Ганеша? Ганеша. Почему же там говорит Ганеш? Ганеша. Можем опять же переименовать его. Я его видел, по крайней мере, в отличие от тебя. Я его желание загадывал. Мы босиком, там нельзя в обуви ходить было, да? Мы босиком ходили по земле. Было, кстати, дело. Попросили нас снять обувь. Вы здесь босиком по земле ходите? Если бы я там сказал в Индии, сказал Ганеша, им сказали, хорошо, Ганеш, как хочешь говори, он добрый бог. А это что за демон сидит? Кстати, прикольно, я отвлечемся немножко. В храме, ну, у Ганеша же мы были в храме, да? Я помню, да. Там, да. Вот. У них такой прикол, короче, там, в общем, если ты просишь что-то у бога, тебе надо обойти вокруг него, думая об этой просьбе. Но храм построен таким образом, что вот этот бог, он прям вот к самой стенке придвинут, и ты его сзади обойти не можешь, потому что ты якобы должен быть всегда во взоре, ну, в зоне видимости бога, так скажем. Камера. Да, и поэтому, короче, надо обходить весь храм. Это так называемая, как она, ПК? ПК? ПКрама. Как-то так она называлась. Я не помню, я же название очень не помню. Не понял, желание сбылось в итоге? Да, там очень быстро сбываются желания, они, кстати, прямо там могут исполниться. А что, ты банан загадал? Нет. Или обезьянку? Если я тебе расскажу, что я загадал, то он знает. Это ужас. Хотите, расскажу самую милую легенду, которую вы когда-либо слышали? Очень хотим. Пожалуйста. Легенда для девушек, получается. Легенда, да нет, для всех на самом деле. Однажды Ганеша и его брат Искандер, как мы решили, что случилось, что за полет был. Это тоже надо. Ганеша вместе со своим братом Искандой, или как мы уже решили. Искандером. Искандером, да. Как-то раз играли на берегу Святого озера Мано-Саравар. Так, Данил. Мой выход, да? Мано-Саравар. Прекрасное произношение. Вот. В общем, как они играли? По факту Ганеш над ним просто немножечко издевался. Он брал сладости в хобот. Он очень любил, кстати, сладости. Вот. Поэтому, когда поклонялись и делали обряды, всегда сладости надо приносить. А вы же были, да, в Индии, ребят? Да. Я забыл просто. Да, на Гуа. А вы сладости приносили в храм? Не помню. Там можно было деньги, и мы деньги, короче. Деньги, да. Потому что, ну, к нам не сказали, что надо сладости. Мы не купили заранее. А то есть заранее вы не подготовили? А мы не знали. У нас не полные карманы чупиков, как у тебя. Он сейчас только закончил снимать, и он подойдет и скажет, ребят, извините, пожалуйста. Можно я ударю? Ну, хотя бы один чупик. Ганяша брал хоботом сладости и вот так вот, типа, протягивал Сканди, потом их подбрасывал и сам ел. Сканда, естественно, ничего не получал. Вот. Сканда на это, ну, обиделся. Такой, типа, как-то надо его, короче, проучить. Брательника моего. И такой придумал, о, он же толстый. Он бегает плохо, сто процентов. Фэтшейминг. Да, и такой, давай, типа, братан, на перегонки с тобой рванем. Кто, типа, первый, то обгонит кого, то ты, типа, самый крутой. Ну, Ганяша был богом мудрости, поэтому он эту фишку сразу просек. Он говорит, давай, только я тебя все равно обгоню. Типа, они, в общем, спорили-спорили и сошлись на том, что кто первый оббежит вокруг всего мира и вернется вот на это место, тот, типа, и победитель, тот и молодец. Так. Вот. Сканди. Круга-светочка такая в игре, да? Да, круга-светочка. Ну, они там вообще было, типа, 15 дней еще было условие. Ну, по большому счету, это не важно. Вот. Сканди, естественно, сразу на своего бегового павлина сел и втопил. Беговой павлин. У него был павлин, он ходил на павлине. Да, ездил. Ганеша, кстати, на крысе. Посмотрите, слоны же боятся крыс. Да, кстати, я не знаю почему. Не, мышей они боятся, не крыс. Это миф. Это миф? Это миф. А, да, кстати, это миф. Это же мификал подкаст. Е-бой. Вот и мы подтвердили свое звание. Защитили, защитили. Защитили, да. В общем, Сканди рванул, Ганеша такой стоит, ну и ладно. Пошел купаться, своим делами заниматься, примерно прикинул, когда он должен, получается, через сколько дней вернуться обратно. То есть рассчитал расстояние. Да. Помножил на скорость павлина, соответственно. Разделил, ну естественно. На характер павлина помножил настроение. Да. И, в общем, в тот день, когда должен был Сканди возвратиться, он пришел домой к маме и говорит, мам, сядь, пожалуйста. Она такая, села. Окей, ладно, сын. Сразу-то, если она не спросила, что такое? Ну, наверное, спросила. Она сказала, типа, мам, давай, сейчас быстренько все. Мама, сядь. Мама, сядь. Тебе лучше присесть. Перестань. И, в общем, он совершил вокруг нее парикрамму. Это вот как раз тот самый обряд вокруг храма, когда надо было обойти. Вот. В этот момент возвращается Сканди и такой говорит, типа, а ты что, уже все, пришел? Он говорит, так я не уходил никуда. Говорит, а как ты вокруг света обижал? А знаешь, друг мой, потому что мама для меня. Это больше, чем целый свет. И потом начинаются танцы. Все вместе. Ну, милота, да? Мне кажется, он просто, типа, очки. Ну, мамке это прям понравилось. Мам, ты че? Там, наверное, еще 8 марта где-то рядом было. 8 марта, да. Просто чисто. День матери. Знаете, что, мне кажется, он и подарок, ну, подарок забыл купить. Как ты забываешь микрофон говорить сейчас? Вот же в микрофоне. Вот сейчас и говорю. Двух зайцев убью сразу. И брата, типа, да? Да, и брата сделаю, и маму поздравлю. И такой чисто. Ну, молодец, да? Молодец. Это кто, получается? Это же не Ганеш, да, замутил? А другой, да? Это Скандо предложил? То есть он мудрее оказался, Ганеш. Да, Ганеш. В итоге-то. Ганеша же бог мудрости, соответственно. Нет, Ганеша и победил вот этим вот своим мувом. Да. Ты кто обошел мать-то? Мать нельзя обойти, мать — это весь мир. Кто мать обошел-то? По рекламу совершил Ганеша. Ганеша. Все, я понял. Тогда он мудрый, да? И хитрый. Чисто разложил. Вот такая ленина, короче, о Ганеша. Прикольно. Отлично. В Индии есть специальный праздник в честь Ганеши. Он с очень сложным названием, которое даже я не смогу произвести. Нет, есть возможность? Нет, я его не записал к себе. В общем, день рождения Ганеши. Он даже записать не смог, настолько сложный название. Он очень сложный. Чеп хап хут 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 хи. Спокойно. Как-то так. Чеп хап хут хут хи. Ну, как-то так, да. Пышь ему этот пух вообще. Поэтому он и ведущий основной. Никаких проблем с дикцией в этом мире нет. Вот. Отмечают, в общем, день рождения Ганеши. Если вам известно, в этом году это будет 10 сентября. Вот. У него каждый день смещается дата. В прошлом году был 22 августа, в этом году 10 сентября. Мы отмечаем только 3 сентября. Каждый год. Каждый год, да. Но теперь и 10 мы его отмечаем. Леш, ты нашел, как называется? Да. Праздник называется Ганеша Чатуртхи. Чатуртхи. Очень сложная. Чатуртхи. 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 Самая легкая название. Я просто переживал, что если я начну это говорить, он вспомнит турков своих. Видишь, шиву не утаишь в мешке. Шиву не утаишь. Шиву не утаишь, да. Вот. Спасибо, Леша. Как празднуется этот праздник? У нас есть какая-то информация? Как празднуется? Да, есть. В общем, это большие народные гуляния. Ну, со стороны похоже на День города. Вот так. Так. Барабаны, специи, вот это, ну, фестиваль красок, обязательно обряды. Секундочку, фестиваль красок, это конкретно к этому празднику привязывается? Нет, ну, в принципе. Или фестиваль красок, это в целом в Индии? В целом они любят, да. Да, они любят такую штуку, они везде. Там же прям бочки с карри стоят там, ну, или с чем там. Что? Это карри, что ли? Нет, не обязательно карри. Ну, то есть там разные специи, они разных цветов. А кто-нибудь был на таком фестивале? Ну, типа... В Индии, что ли? Нет, вообще, в целом у нас тоже... Да, мы выступали сколько раз. Ну, у нас это не такой масштаб, далеко не такой масштаб. Не, ну, понятное дело, я... Мне просто интересно, что это за окраски такие? Ну, это пищевые, да? Это пищевые краски, из муки там какой-нибудь. Но все равно его хрен отстираешь, на самом деле. А его потому что пылесосить надо, бро. Его бесполезно стирать, да? Да, его надо пылесосить. Даже с белого можно спылесосить, да? Серьезно? Офигеть. Я представляю, кто-то принес туда специи чили, начали раскидывать острый перец чили, он же красный, типа красный раскид, и все, и до свидания. И сразу счастья у всех. Перцовый баллончик просто распылили. Мне кажется, был такой чел, который так делал, сто процентов. Да. А если не был, то вы же скоро опять собираетесь. Но ты ни разу не попал, да, на фестиваль? Не-не, я что-то как-то меня обходил стороной. Вот, в общем, вот эти народные гуляния, бьют в барабаны, ходят, большие статуи Ганеша везде. То есть, ну, как вот, как в Нью-Йорке делают же фестиваль кукол здоровых. Этих передвижных платформ ты имеешь в виду? Вот там тоже практически то же самое. И есть такой большой обряд. Вообще этот праздник празднует прям несколько дней. В зависимости, там причем каждый по-своему, по-моему, празднует. От двух там до десяти дней. С 10 по 20, может быть, да? Да. В сентябре. Вот так. Причем все по-разному. Я так и не понял, по какому принципу это происходит. И есть такой обряд. Надо окунуть маленького Ганешу, ну, статуэтку, в воду. И он якобы вот с собой забирает все вот в воду плохие вещи, там, то есть эмоции, переживания, какие-то напасти на тебя, которые ждут тебя в будущем. То есть он еще и бог-оберегатель. Ты, подожди, ты его должен прямо оставить в воде или просто окунуть? Нет, окунуть и обратно. Бог благополучия же. Да, он бог благополучия. Он вообще любое дело, которое ты начинаешь, ну, если ты индус, ты, ну, как бы обычно просишь у Ганеша, чтобы он устранил препятствия на твоем пути. Ты попросил у Ганеша перед выпуском, чтобы он устранил любые препятствия? У меня нет его. Мы же с тобой здесь сидим до сих пор. А, мы до сих пор здесь, Ганеш не помог. Не устранил, получается, раз ты здесь. А может, не просил ты. Может, плохо просил. Я не знаю, какой у турков бог, на мой взгляд. Вот, и обязательно нужно дать жертвоприношение в виде сладостей. Потому что он очень любит сладости. Причем прикольно, что у него нет какой-то своей любимой сладости. Он любит ту сладость, которую любит человек. То есть, когда ты вкушаешь эту сладость, тебе хорошо, и от этого, типа, хорошо гоняешь. Слушай, идеальная схема его просто окунать в какой-то сладкой воде, и все. И облизывать потом, да. И все, как бы, сразу два дела сделаешь. Но это только сработает, если ты любишь эту сладкую воду. Ну да. Ну, козеровка какая-то просто. В Кока-Коле его так. Бультых и обратно. Как еще раз сделать надо? Бультых. Бультых, понял. И напоследок у меня есть для вас еще одна легенда. Она не о Ганеша уже. Она, я думаю, сейчас я расскажу, и вы поймете. А Метхунчик Чакра Борти, да? Какой вообще смысл жизни у всех индусов. Потому что они к жизни и к смерти относятся совсем по-другому, не иначе, как мы. Это, в общем, сказание о происхождении смерти. О, прикольно. Да, давным-давно были времена, когда люди не умирали. Они были бессмертными. Они жили, плодились, множились, жили причем в достатке, жили без войн, были мирные. Счастье, миролюбие, процветание. Чистый кайф. Чистый кайф. Ну, с кайфом. Да, с кайфом жили. А это по ведам, да, вообще? Это еще вот, это, кстати, да, из вед. Это не из Махабхарата, это из вед. И, в общем, но в какой-то момент... А Данил Махабхарата говорил? Конечно, Махабхарат. Важное уточнение. А в этот момент просто пульс зашкалил, Данил. Я почувствовал, что вы спросите. И капля пота. Несколько тысяч раз в голове прокрутил перед этим. Но невозмутим, да. Махабхарата. Как Доктор Стрэндж просмотрел все 60 миллионов. 14 миллионов вариаций. В одном варианте у меня это получилось. Так вот, было такое время. И, в общем, они плодились, множились. И в какой-то момент их стало слишком много. Было так... Перенаселение. Перенаселение, будем, да, если проще говорить. Индия. И, в общем, в какой-то момент уже земля сама, мать-земля, взмолилась, обратилась к Брахме, к верховному богу. Говорит, мол, я уже не могу столько людей. Я не резиновый. Да, я не резиновый. Очень много людей. Их стало настолько много, что они скоро вас, богов, вытеснят с ваших же земель. Брахма такой, так, стоять. Это, типа, ну, не канает. Нам не подходит такой вариантчик. Он не хочет пускать просто посторонних людей. Самое интересное, что он не думал заранее об этом, да? Он вообще об этом не думал, да. Но он бог-созидатель, понимаешь? Ему чем больше, тем лучше. Создал бы еще одну землю, да и все. Кстати, был вариант такой, наверное. Но он бы что-то не подумал. Конечно, тогда еще не было. Конечно, тогда еще не было. Рядышком, да, чтобы можно было летать туда, сюда. На дачу. Он, естественно, очень сильно разгневался, разозлился. И вот это пламя его гнева вырвалось из груди. И всей вселенной практически был конец. Секундочку, вопросик один. Мы сейчас по Жириновскому? У меня есть теория. Так. Возможно, он так и сделал. И это было на планете Марс. А потом он понял, что он всех поубивал и создал Землю. Интересно, интересно. Это, да, мои господа, имеющиеся подкасты. Может, Луна. А может, Луна. Она слишком маленькая. Нет, просто вы не дослушали историю, она немножко другой. Но теория неплохая. У меня вопрос. Да. Пока мы не дослушали историю. Кормить будут. Это я знаю, что будут. Чупики есть, все нормально. Вопрос следующий. Он бог созидания. Да. И что же он, зараза такая, разгневался сам на себя, что ли? Он же сам все это самое насозидал. Да. Так и было. Он понял, что это его ошибка. Что вот он вот такими людей создал. И теперь вот из-за всего этого всей вселенной грозит перенаселение. И он такой, ну и пошло все. Всех уничтожу нафиг. Нормальный, блин, псих какой. Да, он психанул. Он прям жестко психанул. И тогда подошел бог-разрушитель Шива и говорит, слушай, ты давай подостынь. Давай мы просто всех людей сделаем смертными. Пускай они умирают, живут, умирают, но род их продолжается. А численность, типа, ну, будет контролироваться плюс-минус. Тут такой, типа, о, прикольно. Давай так и сделаем. И тогда из пламени, которое вырвалось из его груди, вышла женщина. Ее вот описывали так. Она была с темными глазами, венком из лотосов на голове, одетая в темно-красное платье. Из «Игры престолов» как будто. Опять все беды от баб. Ребята, два раза уже слово «бабы» я слышал. У нас баланс саксистов как-то очень сильно... Рустик-то и один остался. Я всегда их называю «леди». Но на самом деле это была смерть, как вы поняли. Леди. Еще раз. Она в красном платье. В темными глазами, венок из лотосов на голове и в темно-красном платье. Темно-красное. Красная женщина из «Игры престолов». То есть ее не представляли, как вот этот балахон, вот этот черный, с косой, вот такая. Она была... Она красивая была, правильно? Она была красивая, она была хорошая на самом деле. Ну, смерть женского рода. Да. Ну, получается, что так. Вопросы. Вот. Все, он присоединился к нам. Вышла из вот этого пламени и такая, типа, пошла по своим делам. Абрахма ее остановилась и такая, так, стоять. Ты сейчас отвечаешь вот за убивание людей. Ты будешь убивать всех живых существ и стар, и млад, и хороших, и плохих без разбора. Просто будешь убивать. Карт-бланш просто. Она, естественно, очень опечалилась о том, потому что она говорит, ну как? Как я буду невинных убивать? Как я буду разлучать влюбленных? И вообще, типа... Да и потом до восьми вечера я не успею. Люди будут меня за это ненавидеть. А он такой, типа, стопе. Это просто твоя работа. Блин, звучит прям классно. Да. Я просто выполнял приказ. Да, ты просто выполняешь мой приказ, она разрыдалась, и вот из-за ее слез, которые собрал Брахма, появились болезни. Вот с болезнями мне уже не очень нравится, но звучало прям классно. Так вот откуда коронавирус. Как будто... Она из последних слез. Она до сих пор плачет. Коронавирус, мне кажется, из соплей. Слушайте, ну, вот последняя мне прям очень понравилась. Вот эта вот легенда про смерть. Видите, у них другое совсем, да, отношение? Да, реально, самое интересное, что, ну, у индусов, они же прям суперспокойно к этому относятся. Я всегда, когда смотрю, вот, там, Мир наизнанку, да, какую-нибудь, где показываются вообще вот разные... Комаровых всяких. Комаровых всяких. Да классный чел он. Вы крутой, да. Ты все будешь подкидываться. Все, да. Есть же разные племена, да, какие-то там... В Бразилии, по-моему, есть такие люди, которые хранят вообще трупы своих умерших родственников дома. И, типа, ну, с кайфом вообще... Бальзамируют, в смысле, их как-то? Ну, как-то, да, видимо, немножко там обрабатывают. Там есть, да, целая услуга, приезжают, бальзамируют, да. Да, да, что-то... Если вы не знаете, как сделать мумию, ребят, вот здесь всплывашка, и у нас есть инструкция специальная. Сайты, да. В одном из прошлых выпусков. Выпуск про этот Анхамон, и посмотрите в домашних условиях спокойненько, если есть такая необходимость. На следующем выпуске покажем. Не, на самом деле, мне кажется, очень просто... Айдан, а ничего, что он не договорил? Ничего вообще, да. Да, хорошо, давай, договори. Не, я буквально быстро... Просто само отношение людей к смерти... Там реально, там кто-то умер, все радуются, смеются, веселятся, типа, классно. Но, может, они и живут, типа, в таких не очень условиях, и из-за этого как будто... Не, мне кажется, здесь в другом причина. Здесь намного проще относиться к смерти легко, если ты веришь в перерождение. Да, они... Они же почему? Здесь же есть еще проблемка, о котором говорят, кстати говоря, в Индии, да, то, что из-за этого индусы очень расслаблены. Они говорят, ну, это же одна из жизней. Да. Че париться? Они живут с кайфом вообще все. Слушайте, так а может даже это и к лучшему? С одной стороны, да. Говорят же то, что Иисус тоже об этом... Помнишь, да, этот прикол? То, что Иисус тоже говорил... Помните один из приколов Иисуса? Нет, нет, нет. Почему, типа, Иисус не говорил о перерождении? Почему? Я не помню, то ли мы с тобой обсуждали, то ли нет. То, что как раз-таки именно поэтому, если человек узнает об этом, то он начинает просто бездельничать. Да, да. Так у них же потом появилась кастовая система, и если в низшей касте, если ты хорошо прожил свою жизнь, ты можешь переродиться в более высшую касту. Ну вот как будто это уже политическое было решательство. Так что это уже отменяет с тебя твою лень и вот так далее. Ну там самое забавное, помню, это если корову убьешь, а если корова умрет на территории твоего дома, то ты там вообще просто капец вообще. Да, ты очень плохо будешь с твоим перерождением. Очень плохо будешь. Настолько священное животное, что ты вообще ничего. Даже плохого слова не можешь ему сказать. В смысле, от старости даже если умерла? Да. Даже если от старости, по любым причинам. Она должна за территорию твоего дома умереть. Да, и прямо поэтому на территорию на всякий случай не пускают. Из-за этого же они, бедалые, там гуляют по всей Индии, коровы. Их не пускают домой. Но, кстати, вот сейчас... Брошенные. А вопрос для Стрельцова, господина. Физика ядер. И пересторонена. Ты молчишь, окей? Ты просто знаешь ответ. Наконец-то есть вопрос, на который я тоже знаю ответ. Если не забыл. И он молчит. Как думаете, в кого самое стрёмное переродится для индуса? Какое в кого, понял? Какое животное, ладно. Алексей, давайте поразмышляем, подумаем. Это считается самым низшим, самым плохим. Да, действительно. За это ты попадаешь за самые сильные грехи. Животное? Это животное, да. Такое чувство, что раз ты на этот вопрос перешел после обсуждения коров, то я сделаю предположение, что в коровах. Так, еще вариант. Это неверно. Это неверно. Это священное животное. Это наоборот очень хорошо. Но при этом ты заходишь к кому-то домой и умираешь. И все. И попортил другому человеку карму. Выкрутился, да? Такое. Он не стрельцов. Гнильцов. Хитрецов. Маму смотреть будет, не говори. Я уверен, что это неправильно. Мне кажется, обезьянка какая-нибудь. Бышь как дурак. К революции. Обезьяны, кстати, тоже там считаются достаточно. Да нет, я знаю. У них даже есть бог, который в виде обезьяны. Это уж я не сомневаюсь. Еще обезьяны распространяют болезни там. Мне кажется, там есть бог хвостов обезьянник. На самом деле, правильный ответ. Блин, я сейчас могу ошибиться. Давай. Но не собака же, да? Собак. Собак, есть. Собаку считается самым позорным переродиться. А почему? Ну, это считается грязным животным. Добрый вечер. И бродяжничественным вот это. Их же очень много, этих собак там. То даже их особо и не трогают. Европейцы ласкают там. Они прям любят нас, они видят. К своим не подходят. К своим они даже не подходят, потому что их прям гонят. Они думают, что это переродившиеся убийцы, там всякие воры. Ну и так далее. Все плохое. Слушайте, как это странно звучит. А вот во всем мире собака лучший друг человека. Не во всем, не во всем. В Корее, например. Ну, лучшее блюдо на столе, окей. Лучший друг на столе. Да. А вам не кажется, что изначально... А, нет, подождите. В Индии же были изначально волки? Ну, где-то в джунглях. Конечно, да. Были, да? То есть у меня почему-то пришла мысль, что как будто европейцы в какой-то момент собак привезли. И типа они не всю дорогу были, ну, в Индии. Но нет, я уже сам вспомню. Были, были, да. Были, явно были. Очень странно. Вот так вот. Такая история. Слушайте, прикольно. Такое ощущение, что про Индию мало, да. Можно очень долго разговаривать. Там очень много, на самом деле, информации, ребят. Вот я взял одну маленькую легенду из Вет и две небольшие из Махабхараты. Их, вот, чтобы вы понимали, Махабхараты — это практически как Библия, наверное, для христиан. Потому что это огромнейший эпос в несколько томов. И там этих историй просто завались. Давайте подытожим. Последний вопросик, который, по крайней мере, у меня всплывает. Вначале мы говорили о том, что буддизм — это сейчас в Индии, правильно? Наравнецца. А, наравнецца, то есть… Индуизм еще остался. Ага, окей. Ислам процветает во все. Ислам. Нет, на самом деле Индия настолько многорелигиозная страна, что ты поражаешься, приезжая туда. Ну, я так понимаю, вот все вот эти боги, Ганеш, раз праздники десятидневные в честь его… Основной индуизм. А, то есть, короче, в старых богов они до сих пор верят. Часть какая-то Индии, да? Да, да. Индуизм связан. У нее и даже дома есть такие, типа, я не знаю, как это, иконы. Алтари? Иконы, типа, у нее есть иконы. То есть, как иконы, только там изображены как бы Шива, Ганеша и так далее. Кстати, прикольно, нам еще вот гид рассказывал. Но я, правда, если честно, я не нашел этого нигде в источниках. Нам гид рассказывал, что индуизм — это единственная религия, которую ты не можешь сам принять. Ты можешь только, как сказать, принадлежность к религии только по крови исключительно. То есть, у тебя либо мама, либо папа обязательно должны быть индуистами. Помнишь, такая была тема? Да, точно. Но я, честно говоря, не нашел нигде. Ты только собирался принять индуизм, и тебя так обрубили. Нет, братан, не получится. Ребят, если есть индуисты, которые нас смотрят, напишите в комментах. Можем как-то сайдарм вопросик порешать. Да, может, и знакомые какие-то в военкомате. Вопрос этот решить желательно в ближайшие две недели. Напишите. А мы ему подарим сари. Так, по-моему, пора закачивать выпуск. Ну что ж, ребят, всем спасибо. Это был Мификал Подкаст. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И ждем ваши комментарии. Мы все их читаем. Нам всем очень интересно. Вот здесь, под выпуском. Все на этом. Алексей Стрельцов, Айдар Нагуманов, Рустам Хакимов и... Закончим. Закончим. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Всем пока. Ла-ла-ла-ла-ла. А чего? Ну ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok